Николай, когда вас после тренировочного лагеря отправили в ОХЛ, для вас это как-то стало шоком, ударом или нормально вас приняли? Вполне нормально, потому что я готовился не просто так сюда приехать и попробовать, а хочется играть здесь. Всякое бывает, и это не было для меня ударом. Я так же продолжал тренироваться и сдал шансы. Но морально вообще были готовы к тому, что не получится пробиться в ОХЛ сразу? Нет, конечно, я не загадывал такое, что не получится, что-то хотелось, конечно, с первых дней, но так произошло, но никто не унывает и работаем дальше. Ну, а не было там плохих мыслей, не знаю, может быть вернуться в Россию, как, например, Вадим Шипачок сделал? Нет, у меня была конкретная задача, что я хочу здесь играть в ОХЛ, я за этим приехал сюда, перевез свою семью и прыгать туда-обратно нет желания. То есть полны позитива продолжать играть на место в составе? Конечно, за этим приехал. Еще весной вы играли в ОХЛ, сейчас уже провели 4 матча в ОХЛ, какие-то существенные различия между лигами, которые можете выделить? Конечно, но совсем разный хоккей. У нас больше играет поперек, играют в пас, здесь наоборот все вертикально и только броски, меньше пасов. В другой хоккей нужно привыкать и включать по-другому чуть голову. Многие считают, что ОХЛ это совсем не уровень КХЛ, потому что КХЛ лучше, можно так сказать? КХЛ более мастеровитая, более уменитая, можно сказать так. По мастерству, конечно, превосходит. Там ОХЛ более молодая лига, сколько я успел там сыграть, молодые команды против нас приезжали. Более она может быть агрессивная, но мастерства где-то, паузы вот этой не хватает. В НХЛ пока не получилось дебютировать, но можно как-то сказать, что НХЛ и КХЛ это вообще пока что разные совсем планеты? Пока без понятия, честно, ничего не могу сказать, но вас все видят, все смотрят на СХЛ, все игры и тренировочный процесс. С ребятами тренировался здесь, ну, профессиональнее и все знают, зачем они здесь собрались. Вот когда вас позавчера из фарма вызвали, что почувствовали? Волнованность? Нет, я давно не волнуюсь по этому поводу. Хорошие эмоции были. Позвонили, когда я очень обрадовался. Как сам брат Коги! Обрадовался и, ну, с улыбкой. Вот у вашего бывшего одноклубника Паскани Китебусева возникли сейчас проблемы у Нью-Жерси. Как-то вы с ним общаетесь, обсуждаете свои ситуации по клубам или... Да нет, мы не общались, еще не было времени. Но как у него могут быть вовсе? У них команда проигрывает, а они ищут новое сочетание. Я думаю, что все будет хорошо, он талантливый игрок. Вот так вообще со стороны вам не кажется, что вот звезда КХЛ, игрок, который отлично выступает на чемпионатах мира, а его ставят в четвертое звено? Здесь другой хоккей, здесь по-другому думают и мыслят. Я думаю, что просто... Ну, команда проигрывает, они не могут найти свою игру и пытаются всеми способами поменять что-то и выиграть. За КХЛ вообще сейчас следите по возможности? Да, по возможности есть приложение КХЛ. Еще с прошлых сезонов у меня на СКА как было подписано, приходят уведомления. Слежу, ребята играют, знаю как они играют. Вот после вашего ухода уже с каток изменился, не зовут обратно? Ну, не только после моего, много народу ушло в последний сезон и следовало, что они здорово идут все равно на втором месте в своей конференции. Это очень достойно, столько людей, 8 по-моему человек ушло, очень достойно играю. А обратно пока не зовут? Не знаю, я пока здесь, пока рано думать об этом. Последний вопрос, в России после поражения Kings немало критикует игроков, в том числе и Люка Вальчука. Вот как-то вот северо-американская пресса воспринимает поражение, в частности игру Ильи. Может быть в курсе. Еще раз я не понял вопроса. Ну, после поражения Kings в последние игры не очень получается, довольно много критикует Илью Ковальчука в российской прессе. А, в российской? Американские СМИ как вот относят к ситуации, сложившейся в команде вообще, в частности к игре Ильи? Не знаю, честно, я не читаю, я еще очень плохо, особенно читая, понимаю, с трудом читать вообще не умею. Вот так с языком как в целом? Ну, лучше, конечно, с ребятами общаясь и в АХЛ вообще не было никого, кто по-русски говорит, приходилось понимать и понимаешь, с каждым днем все лучше и лучше. Ну, не совершенно, скажем так. А читать это я вообще не представляю как. Вообще языковой барьер здесь это очень важно. Да, но прям существенно проблем я не испытываю. Понимаю, мне разжевывают, если что-то именно. Более по-простому пытаются говорить, но понимают, что у меня не идеальная жизнь. Хорошо, спасибо большое. Удачи.